Добрый вечер в эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. В Азербайджане в городе Гянджан начал работу первые заботы по промышленному производству взрывчатых веществ. Азербласт будет иметь решающее значение для создания новых рабочих мест, модернизации производственных мощностей и снижения зависимости от импорта. Международный Олимпийский комитет опубликовал официальное заявление по поводу открытия Олимпиады 2024 в Париже. В заявлении говорится, что комитет принял во внимание все жалобы, но во время церемонии не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Сцены, показанные на церемонии открытия Олимпийских игр, подлеглись резкой критике со стороны мирового сообщества. Отличные организации и политические деятели заявили о неприемлемости такой организации со стороны Франции. Власти Китая стремятся вместе с Евросоюзом решить проблему повышения пошлин на ввоз китайских электромобилей. Параллельно Италия углубляет экономические связи с Поднебесной. О стратегическом значении сотрудничества говорилось на встрече Джорджи Мелони и Си Димпина. Ряд европейских компаний в области зеленой энергетики могут пересмотреть свои планы по расширению бизнеса в США, сообщают европейские СМИ. Такая осторожность связана с возможностью пересмотра Трампом, если он победит на выборах национальной стратегии энергетического перехода. О мерах по стимулированию в США инвестиции в альтернативную энергетику в нашем следующем сюжете. Азербайджанский дидоист Хидоят Гейдаров выиграл золотую медаль Олимпиады в Париже. Он одолел всех своих соперников в весовой категории 73 килограмма. Поочередно победив дидоистов из Израиля, Канады и Косово, Хидоят вышел в финал, где в упорной борьбе сумел взять верх над французом Джоаном Бенджамином Габа. Таким образом, благодаря этому успеху, азербайджан завоевал первую медаль на Играх в Париже, которая сразу же стала золотой. Министр экологии и природных ресурсов в Азербайджане президент КОП-29 Мухтар Бабаев принял регионального директора управления ООН по координации деятельности в целях развития по Европе и Центральной Азии ГВИОПСОН. По сообщениям Минэкологии и природных ресурсов в ходе встречи состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в этом году в Азербайджане. Кроме того, президент КОП-29 обсудил идею о мерах по подготовке к климатической конференции с послом Японии в Азербайджане Кацуи Батанабе. Рассмотрены также вопросы охраны окружающей среды и возможности будущего сотрудничества двух стран. Азербайджан и компания Google обсудили приоритеты и перспективы решения устойчивого развития в рамках 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом министр экономики Микаэл Джабаров написал на странице социальной сети Facebook. Обсуждения с представителями компании Google охватили возможности расширения связей в существующих и потенциальных направлениях сотрудничества, отметил министр, добавив, что в ходе обсуждений были затронуты применения инновационных практик и организации совместной деятельности в области облачных технологий. В Азербайджане в городе Гянджа к работе приступил первый завод по производству промышленных взрывчатых веществ. Предприятие «Азербласт» введено в эксплуатацию дочерней структурой закрытого акционерного общества «Азерголд». Министр экономики Азербайджана Микаэл Джабаров и представители местной исполнительной власти ознакомились с деятельностью данного предприятия. По словам министра, проект заслуживает внимание как яркий пример государственного частного протнерства. Такой подход имеет решающее значение для создания новых рабочих мест, модернизации производственных мощностей и снижения зависимости страны от импорта. Фундамент завода, построенного на территории площадью 15 гектаров, был заложен в январе минувшего года. Капитальные вложения по проекту составляют 11 млн манатов, а инвестиционная стоимость – 15 млн манатов. Выбор Янжи для строительства «Азербласт» позволяет располагать завод в непосредственной близости от основного горнообывающего промышленного центра республики и вдоль международного транспортного коридора. КОП-29 станет финансовой конференцией и в первую очередь необходимо согласовать новую измеримую цель по климатическому финансированию. Об этом в социальной сети «Икс» заявил помощник генерального секретаря ООН, директор Бюро политической работы и поддержки программ организации «Маркоснета». Вместе с тем он выразил поддержку азербайджанскому правительству, а также призвал международное сообщество помочь председательству КОП-29 достичь поставленных целей. Картонные кровати для спортсменов, некачественная еда и политические скандалы – это неполный список претензий к французским организаторам очередных Олимпийских игр. О том, чем обернулась для Парижа попытка превратить спортивные игры в инструмент достижения своих политических интересов, подробнее в следующем материале. Провал Франции как организатора Олимпийских игр не обсудил только ленивый. Спортсмены жалуются на бандитизм на улицах, жилищные условия и даже на еду. Соревнования по триатлону отложены из-за высокого уровня загрязнения вод сены. И все это несмотря на громкую пиар-акцию, в рамках которой даже мэр Парижа Анн Идальга окунулась в мутную реку. Над этим можно было бы посмеяться и забыть, но открытие Олимпийских игр 2024 года навсегда запомнится зрителю вульгарностью и навязчивой пропагандой. Это Франция, которая вернулась в язычество, отказалась от христианства. Это было видно. Того, что была голова Барьян, предговорящая, того, что последняя картинка «Тайный ужин», который оскорблял все чувства христианства, пропаганда ЛГБТ+. Не обошлось на церемонии открытия Олимпиады и без политических акций. Алжирская делегация решила напомнить Парижу о его преступном прошлом, бросив в сену красные розы в память об убитых 17 октября 1961 года алжирцах, выступивших за независимость. По оценкам историков, тогда полиция города во главе с Марисом Попоном убила от 70 до 200 человек, бросив тела демонстрантов в сену. Еще около 12 тысяч человек были арестованы. События 17 октября теперь вспоминают как парижскую резню. И, естественно, будут напоминать, как любому, акты напоминают то, что произошло в 60-е годы, и после этого либерация Ботов Арджиса. Пока Франция не признает этого, и не дает извинения, и дает компенсацию за то, что они убили. И кто-то может возмутиться, сказав, что Олимпийские игры – это не место для выяснения политических претензий. Но считают ли так сами организаторы? Ведь помимо глупых ошибок, когда Южную Корею назвали Северной, французские комментаторы позволили себе откровенную бестактность в отношении делегаций из Азербайджана, представив страну как государство-агрессор. Париж словно спешит первым надеть судейскую мантию, чтобы обвинять и наказывать, в то время как сам утопает в крови невинных жертв своей колониальной политики. Абухая Джафарова, Сибиси. Китай приветствует итальянские инвестиции и готов увеличить импорт продукции из Италии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Италии Джорджи Мелани, находящийся в Китае с официальным визитом. Китаю и Италии необходимо продолжать развивать деловое сотрудничество и укреплять политическое доверие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Италии Джорджи Мелани. Председатель Си подчеркнул, китайская сторона ожидает, что Рим обеспечит справедливую, недискриминационную и безопасную бизнес-среду для предприятий из Китая, инвестирующих в итальянскую экономику. Кроме того, в Пекине заинтересованы в более удобных условиях для поезда китайских граждан в Италию. Китай приветствует инвестиции итальянских компаний, готовы импортировать больше высококачественной итальянской продукции. При этом КНР надеется, что Италия обеспечит справедливую, прозрачную, безопасную и недискриминационную бизнес-среду для китайских компаний. Китай и Италия должны рассматривать и развивать двусторонние отношения с исторической и стратегической точки зрения, расширять точки соприкосновения в разрешении разногласий и возродить древний шёлковый путь как средство коммуникации между Востоком и Западом. Со своей стороны, в Риме стремятся активизировать работу, проделанную для развития двусторонних отношений, изучить новые формы сотрудничества и сбалансировать торговые связи с Пекином. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелани. Глава итальянского правительства напомнила, что Италия также может играть важную роль в отношениях между Китаем и Евросоюзом. Китай для нас является очень важным экономическим, торговым и культурным партнёром. Мы можем вместе подумать о том, как гарантировать стабильность, мир и свободную торговлю. Италия также может играть важную роль в отношениях между Китаем и Европейским Союзом, в данном случае работая над максимально сбалансированными торговыми отношениями. Мир вокруг нас меняется. Международная система, основанная на действующих правилах, подвергается сомнению. Появляются новые технологии, которые влияют на будущее наших обществ и предвещают невероятные результаты. Приглашение посетить Пекин Джорджия Мелани получила от Си Цзиньпиня ещё в конце 2023 года. Тогда же Рим не стал продлевать срок действия, подписанного в 2019 году меморандума о присоединении к китайской инициативе «Один пояс, один путь». Италия была единственной из стран группы семьи, подписавшей такой документ. Несмотря на скептическое отношение действующего правительства ко многим аспектам связи с Пекином, Рим заявляет о намерении наращивать стратегическое партнерство. Переду Немалиева, CBC. Ну и в продолжение темы. Власти Китая стремятся вместе с Евросоюзом решить проблему, вызванную повышением пошлин на китайские автомобили. Как заявил официальный представитель МИД КНР Лин Тянь, преодоление разногласий будет выгодно обеим сторонам. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Тянь на пресс-брифинге в Пекине заявил, что природа экономического и торгового сотрудничества КНР и Евросоюза заключаются во взаимной выгоде и беспроигрышных результатах. Лин Тянь сделал это заявление в ответ на вопрос СМИ о расследовании Брюсселя против субсидий на китайские электромобили и об отношениях между Пекином и Римом. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в настоящее время находится с официальным визитом в Китай. Цель её четырёхдневного визита – содействовать восстановлению итальянской экономики и исправить заметный дисбаланс двусторонней торговли. Китай неоднократно выражал своё несогласие с антисубсидиарным расследованием Евросоюза в отношении китайских электромобилей. Я хотел бы подчеркнуть, что взаимная выгода и беспроигрышные результаты – это основа экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС. Обведение дополнительных тарифов – типичный протекционистский акт, который не способствует глобальным усилиям по решению проблемы изменения климата. В общих интересах Китая и ЕС правильно решать разногласия путём диалога и консультаций на основе взаимного уважения. Китайский дипломат выразил надежду, что Италия сможет обеспечить справедливую, безопасную и недискриминационную деловую среду для китайских предприятий. Глава китайского правительства также призвал Брюссель объективно и рационально воспринимать развитие Китая, выстраивать с Пекином партнёрские отношения, углублять двусторонний диалог и сотрудничество. «Прагматичное сотрудничество между Китаем и Италией принесло плодотворные результаты. Масштабы торговли и инвестиций постоянно расширяются, что приносит существенную пользу народам обеих стран. На фоне вялого восстановления мировой экономики Китай и Италия должны ещё больше укрепить экономическое торговое сотрудничество, чтобы придать дополнительный импульс развитию двух стран». С 4 июля Евросоюз ввёл пошлины в размере от 17 до 37,5% на электромобили из Китая. По заявлению Еврокомиссии, тарифы приняты на основании результатов девятимесячного расследования для противодействия якобы незаконным субсидиям. В ответ 10 июля Министерство коммерции Китая инициировало собственное расследование в отношении европейских пошлин на китайские электромобили. Оно должно завершиться 10 января 2025 года с возможностью продления на три месяца, если это будет необходимо. Нармина Хамбабаева, CBC Ряд европейских компаний в области зелёной энергетики могут пересмотреть свои планы по расширению бизнеса в США, сообщают европейские СМИ. Такая осторожность связана с возможностью пересмотра Трампом, если он победит на выборах национальной стратегии энергетического перехода. О мерах по стимулированию США инвестиций в альтернативную энергетику в нашем следующем сюжете. В связи с возможностью победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, ряд европейских компаний в области зелёной энергетики могут пересмотреть свои планы по расширению бизнеса в этой стране. Среди причин – вероятность пересмотра условий закона о снижении инфляции, который базируется на зелёных целях, или даже полная его отмена. Однако с мнением европейских акул бизнеса согласны не все эксперты. В части инвестиций со стороны европейских компаний в экономику США, особенно в вопросах, связанных с инвестициями в технологии или в возобновляемую энергетику, мне кажется, конечно, преждевременно говорить о том, что европейские компании так или иначе предвидят или сокращают, уж точно нельзя говорить о том, что они сокращают или приостанавливают свои инвестиции в экономику США в связи с вероятностью избрания Трампа. В Евросоюзе уже объявили о том, что если Дональд Трамп в случае победы, разумеется, выполнит своё предвыборное обещание о пересмотре импортных тарифов, то будут предприняты серьёзные ответные меры. Среди них введение пошлин в 50 и более процентов на некоторые американские товары. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что власть рассмотрит связующие решения для обеспечения быстрой и адресной поддержки там, где это наиболее необходимо. Цель – поддержание мер в рамках плана «Зелёная сделка», которая должна помочь Европе стать климатически нейтральной к середине столетия. План также предусматривает минимизацию зависимости от поставок редкоземельных элементов Китаем, который сегодня снабжает 98% всей потребности рынка ЕС от этого сырья. Рынок США гораздо более привлекательным для европейских в том числе инвестиций, чем Евросоюз. Евросоюз сегодня может говорить о том, что он пытается нагнать регуляторную политику и условия, которые США создаёт для компаний, неважно как американских, так и международных, для инвестиций в свою экономику в плане зелёной энергетики, в плане технологий, с точки зрения субсидий и налоговых льгот, которые предоставляются там. И, конечно, Европейский Союз это заботит и является одной из камней преткновения и дискуссий в Брюсселе. Закон о снижении инфляции, принятой в США в сентябре 2022 года, призван обеспечить приток инвестиций в возобновляемые источники энергии. Согласно документу, к 2027 году число установок по извлечению энергии из солнечного света в США должно вырасти в три раза. По мнению экспертов, это самый важный документ, максимально адаптирующий деятельность американских и зарубежных частных компаний к требованиям Парижского соглашения 2015 года. Трудно оценивать бизнесу, конечно, экономическую ситуацию в краткосрочном промежутке времени, потому что в США все-таки это довольно стабильная экономика, и законодательство, которое было принято два года назад, оно может быть долгосрочные эффекты иметь только через год или два как раз после его принятия. По итогам 2020 года возобновляемые источники энергии в США впервые в истории обошли по объему выработки угольной и атомной станции. Согласно отчету Управления энергетической информации США, общие мощности по производству электроэнергии в стране вырастут на 3% в текущем и на 1% в 2025 году. Солнечная энергия является основной движущей силой этого энергетического перехода. Дипломатам Европейского Союза в целях экономики нужно ограничить свои поездки и отложить работу по обеспечению безопасности резиденции. Как стало известно в газете Financial Times, поручение сократить затраты связано с тем, что перерасход средств со стороны Европейской службы внешних действий оказался рекордно высоким. Отвечается, что следует сократить расходы на 43 миллиона евро почти на 5% от запланированного бюджета после нарушения согласованных лимитов расходов. Решение о сокращении бюджета принято на фоне экономических трудностей, с которыми сталкивается Евросоюз, включая растущие расходы на поддержку Украины и меры компенсации энергетического кризиса. Официальные лица считают, что финансовые трудности усугубятся в 2025 году, а это осложнит сохранение европейского присутствия в таких регионах, как Африка и Латинская Америка, с высокими постоянными расходами и инфляционным давлением. Группа оппозиционных депутатов парламента Грузии направила в Конституционный суд иск против скандального закона о прозрачности иностранного влияния. Об этом сообщает грузинский телеканал Матавари-Архи. По словам грузинских политиков, закон полностью противоречит Конституции Грузии. Согласно данным источников СМИ, иск поддержали 38 депутатов. Оппозиционные депутаты парламента Грузии подали в Конституционный суд совместный иск против принятого в стране закона. Об этом сообщает грузинский телеканал Матавари-Архи. По мнению грузинских политиков, закон противоречит Конституции Грузии, который говорит о необходимости принятия всех мер для вступления страны в ЕС и НАТО. Согласно данным источников СМИ, иск поддержали более 30 депутатов. Они оспаривают закон по двум статьям Конституции и просят приостановить действие закона до принятия окончательного решения Конституционного суда. По мнению экспертов, решение КС явно будет противоречить иску. Но делать какие-либо выводы по данному поводу довольно-таки рано, отмечают аналитики. Это означает, что они не согласны с этим иском и, соответственно, подали иск в Конституционный суд. Что будет итогом? Конституционный суд у нас находится под контролем исполнительного, точнее, находится под контролем Бензина Иванишвили, поэтому я думаю, что решение Конституционного суда будет однозначно не в пользу иска. У нас сейчас все связано с выборами, абсолютно все. И принятие этого закона тоже связано с выборами. То есть, ну, практически власти делают формирующие операции, чтобы не проиграть выборы. Оппозиция сопротивляется, вот и все. Суть исков заключается в том, что Конституционный суд должен рассмотреть данный вопрос на предмет его противоречия двум статьям Конституции, а именно 22-й и 78-й. В первой статье говорится о правах человека, во второй, соответственно, о том, что основным внешнеполитическим приоритетом Грузии является евроатлантическое сотрудничество. А именно, вступление официального Тбилиси в европейские организации. Вот в настоящий момент Конституционный суд, ну, пока никаких решений он не объявил. Мы ждем этих решений. Что может быть, трудно сказать. В принципе, я не удивлюсь никакому решению Конституционного суда. С одной стороны, на Конституционный суд большое влияние оказывает правящая партия, это всем ясно. Но, с другой стороны, есть уже прецедентное принятие санкций против судей. В общем, Конституционный суд и его суди очень хорошо знают общественное настроение в Грузии и так далее. Поэтому, собственно, я не удивлюсь никакому решению. Но если решение будет отрицательным, далее все три истеца, и президент, и неправительственные организации, и депутаты, говорят о том, что они пойдут в европейский суд по правам человека. Кроме того, с точки зрения прагматической, логопрагматичной, с их точки зрения логики, это абсурд, так же и абсурд. Так как этим иском они признают легитимность Конституционного суда, против которого ирьяно выступают и говорят, что Конституционный суд прямо подчиняется в кавычках российскому, прорусскому режиму Безины Иванишвили. Поэтому, на мой взгляд, это не будет иметь никаких последствий. Это чисто пиар-ход. В начале июля Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, назвав закон о прозрачности иностранного влияния шагом назад на фоне прочих достижений страны на пути в Евросоюз. Закон об инагентах обязывает СМИ и неправительственные структуры, которые получают более 20% финансирования за рубежа, регистрироваться в качестве организаций, продвигающих интересы иностранной силы. Под это требование подпадает абсолютное большинство грузинских онлайн-СМИ и НКО, работающих преимущественно западными фондами. Авторы закона проекта настаивают, что документ нужен для повышения прозрачности в некоммерческом секторе и не содержит репрессивных мер. Они утверждают, что заимствовали нормы американского, а не российского законодательства. Эльнур Гаджеев, CBC Альянс БРИКС, стремясь изменить глобальную торговлю, разрабатывает собственную систему финансовых сообщений, которая заменит западную сеть SWIFT. По мнению вице-спикера Госдумы России Александра Бабакова, создание такого аналога поможет выстроить новую экономическую реальность для стран БРИКС. Международное объединение стран БРИКС официально заявило о создании собственной финансовой системы, аналогичной SWIFT. Об этом сообщил генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан. Новая система позволит участникам БРИКС осуществлять трансграничные транзакции, не полагаясь на доллар США. Предполагается, что этот шаг потенциально изменит баланс экономических сил на международных рынках. Это новая технология, которая будет применяться и будет существенно лучше, чем существующая система SWIFT, которая уже очень сильно устарела. Таким образом, в рамках БРИКС можно создать новую экосистему для того, чтобы делать быстрые, качественные переводы как внутри стран БРИКС, так и с их торговыми партнерами. Ранее замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими заявлял, что БРИКС планирует рассмотреть создание собственной системы обмена финансовыми сообщениями. В марте члены БРИКС начали создание платежной системы на основе блокчейна и цифровых технологий. Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, главное убедиться, что это удобно для правительств, простых людей и бизнеса, а также экономически выгодно и свободно от политики. По мнению экспертов, новая финансовая система существенно лучше устаревшей сети SWIFT. Такой подход позволит странам БРИКС быть независимыми от существующих систем расчетов в рамках различных систем и создать свою независимую систему. Такая система, аналог SWIFT, поможет заменить существующую систему межбанковских расчетов и позволит обойти санкции, налагаемые на Россию. То есть это основная цель. И на мой взгляд, чем быстрее такая система будет создана, тем быстрее страны БРИКС станут единым центром экономической мощи и будут наращивать свое влияние во всем мире. Эксперты утверждают, что новая система поможет упростить расчеты вне долларовой системы и сократить зависимость рынков от этой валюты. Финансовая повестка БРИКС нацелена на создание новой экономической реальности, которая решает эти две ключевые задачи. Тем не менее, в настоящее время SWIFT является де-факто стандартом для маршрутизации денег через банки по всему миру. Госсекретарь США Энтони Блинкин и министр обороны Ллойд Остин встретились с премьер-министром Японии Кисидой Фумио в Токио. Дипломаты провели консультации, направленные на укрепление военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Японией. По итогам встречи страны объявили о планах создания объединенного командования сил США, размещенных в Японии. Министр внешнеполитического и оборонного ведомств США и Японии провели встречу в формате «2 плюс 2 в Токио», на которой объявили о намерениях создать объединенное командование сил США, размещенных в Японии. По словам гостя секретаря США Энтони Блинкина, Вашингтон развивает партнерские отношения со странами Европы и Азии, поскольку считает безопасность этих регионов неделимой. «Благодаря новой форме оборонно-промышленного сотрудничества мы запустили совместное производство современных ракет. Мы используем производственные мощности Японии для коллективного производства критически важных технологий их национальной безопасности». СМИ отмечают, что на данной встрече впервые стороны также провели отдельные переговоры, чтобы подтвердить приверженность США расширенному сдерживанию, которое включает в себя ядерное оружие. Ранее Япония – единственная страна в мире, которая подвергалась ядерным атакам, отказывалась обсуждать этот вопрос. «Они усиливают военное сотрудничество, хотя в рамках НАТО военное сотрудничество у них это все прописано, но, учитывая обстановку современную, они считают, что угроза исходит… Это угроза, в первую очередь, Китай, Северная Корея и Россия. И, по-моему, недавно прошедшее учение с участием военно-морских сил России и Китая, это американцев это насторожило. И что они до 2025 года открывают новый штаб объединенных сил в Японии под командованием США». Торно также подписали первый контракт на поставку Соединенным Штатам ракеты американской разработки «Патриот Пак-3». Это призвано пополнить запасы армии США, которые, как отмечают американские СМИ, серьёзно сокращаются из-за передачи вооружения Украине. Сумма контракта – около 20 миллионов долларов. Количество передающихся США ракет не уточняется. Комплексы ПРО «Патриот Пак-3» и ракеты «Кнем» производят в Японии корпорации тяжёлого машиностроения «Митсубиши Хиева Индастриис» по американской лицензии. Правительство Японии ещё в декабре 2023 года разрешило их продажу Соединённым Штатам при условии, что эти вооружения не будут напрямую переданы Украине без санкций Токио. Избирком Венесуэлы объявило о победе действующего президента страны Николаса Мадуро на воскресных президентских выборах. Оппозиция же уверена, что победить должен был её кандидат Эльмунда Гонзалес. Переизбрание Николаса Мадуро на третий президентский срок привело к массовым акциям протеста венесуэльцев в различных уголках мира. Национальный избирательный совет подконтрольной партией Николаса Мадуро и единой социалистической партии Венесуэлы заявил, что после обработки 80% бюллетеней действующий президент набирает чуть выше 51% голосов, в то время как кандидат от объединённой оппозиции Эльмунда Гонзалес набрал 44%. Мы поздравляем нового президента Боливарианской республики Венесуэла, кандидата Николаса Мадуро Морреса, набравшего 5 150 000 92 голоса избирателей. Сам Мадуро назвал своё переизбрание на этот пост «триумфом мира и стабильности». Выступая перед сторонниками у президентского дворца, он заявил, что его победа показывает прозрачность избирательной системы Венесуэлы. Он также рассказал, что в день проведения голосования, 28 июля, избирательная система страны подверглась хакерской атаке. Глава государства поздравил технических специалистов с тем, что они успешно отразили её. «Я могу сказать перед народом Венесуэлы и всем миром, я Николас Мадуро Моррес, переизбранный президент Боливарианской республики Венесуэла, и я буду защищать нашу демократию, наши законы и наш народ. В понедельник в 12.27 на рассвете я сообщаю о триумфе национальной независимости, о достоинстве народа Венесуэлы. Они не смогли победить, несмотря на санкции. Они не смогли победить, несмотря на агрессию. Они не смогли победить, несмотря на угрозы. Они не смогли тогда и никогда не смогут противостоять достоинству народа Венесуэлы». Опросы перед выборами и экзитполы, между тем, показывали большое преимущество перед Мадуро Эдмунда Гонсалеса из демократической и унитарной платформы. Оппозиция уверена, что результаты выборов, как и на голосовании в 2018 году, были подтасованы. «Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый избранный президент, и это Эдмунд Гонсалес». Недовольство результатами президентских выборов выразили не только оппозиционные силы внутри Венесуэлы, но и сотни противников Николаса Мадуро за пределами страны. В разных уголках мира прошли акции протеста, на которых люди выступили против переизбрания действующего главы государства, обвиняя его режим в нарушениях демократических принципов и фальсификациях. «Мы боремся против этой диктатуры уже 25 лет. Требуем, чтобы международное сообщество приступило к действиям. Сегодня поражение жалкого диктатора Николаса Мадуро стало очевидным. Хватит. Мы защищаем наш триколор. Мы хотим, чтобы Венесуэла была свободной и чтобы решения народа уважали». «Нам нужны трещины внутри идеологии чавизма, чтобы возыметь силу изнутри. Речь идёт о военной диктатуре. Мы, гражданские лица, не можем победить военную диктатуру». Озабоченность в связи с победой Мадуро на президентских выборах выразили, конечно же, и Соединённые Штаты. «США опасаются, что победа Николаса Мадуро не отражает волю народа», заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, призвав венесуэльский избирком поделиться информацией о выборах с оппозицией и независимыми наблюдателями, а также опубликовать подробный подсчёт голосов. В результатах выборов в Венесуэле усомнился и целый ряд латиноамериканских государств. Так, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признаёт победу Мадуро. Последний, в свою очередь, осадил своего аргентинского коллегу перед сторонниками после оглашения результатов голосования. «Клуб латиноамериканских фашистов показал себя. Я обращаюсь к Милею. Ты не выдержишь больше раунда против меня, трусливый клуб, предатель Родины. Милей, кусок мусора, ты сам воплощение диктатуры. Милей, торговец Родины. Как можно серьёзно относиться к фашисту, к нацисту, как он? Социопату и садисту, которому нравится наблюдать за страданиями народа Аргентины». Официально зарегистрироваться на президентских выборах в Венесуэле смогли 10 кандидатов, включая правящего с 2013 года президента Мадуро. Эдмунд Гонсалес являлся главным конкурентом главы государства. Согласно опросу независимой компании ОРС Консулторес, за него были готовы проголосовать свыше 59,5%, в то время как за Мадуро – около 12,5%. Фарид Адилов, CBC. Народ Венесуэлы мирно и массово проголосовал за будущее своей страны. Об этом на своей официальной странице в соцсети Икс написал глава внешней политики Европейского союза Жозе Баррель. Он также заявил, что волю венесуэльцев необходимо уважать после того, как сразу после полуночи избирательный орган страны объявил, что президент Николас Мадуро выиграл третий срок, несмотря на многочисленные экзит-полы, которые указывали на победу оппозиции. Обеспечение полной прозрачности избирательного процесса, включая подробный подсчет голосов и доступ к протоколам голосования на избирательных участках, имеет жизненно важное значение, добавил Жозе Баррель. Полномасштабный конфликт на корейском полуострове может привести к гибели миллионов людей и обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов за первый год или почти в 4% глобального ВВП. Это более чем вдвое превышает ущерб от конфликта в Украине, под рассчитанное агентство «Булумберг». В случае конфликта через воды вокруг полуострова станут невозможными морские поставки в Китай, Японию и Россию. Предстановка экспорта южнокорейской электроники может нанести огромный ущерб мировой экономике, так как Южная Корея производит 4% всех электронных компонентов, используемых на заводах по всему миру, и около 40% всех чипов памяти. Гипотетический военный конфликт приведет к падению ВВП Южной Кореи на 37,5%, Китая на 5%, а США потеряют 2,3% ВВП. При этом, по данным агентства, полномасштабная война на корейском полуострове маловероятна, как и применение северокорейской стороной ядерного оружия. Это были все актуальные новости на сегодня. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC-FM. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова